МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации телераду компании Гомелю, студии Маргариты Шибукова, доброе ранецы. Сегодня у Турови проведут святочные мероприемства, присвященные святителю Кириле Туровскому. С этой нагоды город, наведая высокопросвященнейший Павел, митрополит Заслауский, патриарший экзарх у всей Беларуси. С его делом отбудется у складания кветок допомника у гонор тысячи годов Туровской епархии. А так само Боская литургия и молебен просвящены памяти святителя Кирилы Туровского. Жихару и гостей города, так само чакая свята духовной и народной музыки, великодный фестиваль у Турови. О подробностях святочных мероприемствах мы расскажем о наших наступных выпусках. У Беларуси ознашили православную радовницу день поминания у всех померлых. Это свято закликая христиан не поглубляться у переживаний с нагоды смерти близких, а на двород радоваться их наражение у Житю Вечное. Протяг темы в наступном сюжете. Самые ранницы у храма святого Архангела Михаила у Гомеля шматлюдна. Протяглой службы залежит от того, кольки будет записок с именами тих, кого треба помянуть. Кожное имя повинна быть проговорана. Живые, коли поминают померлых, быцем делятся с ними радостью об Иисусе, який у Воскроз. Проносят кучу с медом, фарбованной яйки, куличы. Дорогие, это милостина от прохожан отправится у детячей домы и больницы. Приношение является как бы милостыней за душу умершую, потому что ангел милосты стоит всегда у престола Божия и непрестанно в период отец, за кого эту милость приносит. После завершения службы гамельчане традиционно едут на Могилки. Дорогие, храм святого архангела Михаила в свой час был перевезен у гамель с отселенной везки Добрыжского района. Везки помирают, как и люди, а ли живые раз в год мают махчимость наведать зону отселения без никаких документов и дозволов. Все лета гэты перейд с 7 по 10 мая. Все же одноклассники, все соседи, все односельчане, все встречаемся, все рассказываем друг другу, как живем, как наши детки. Ну, про все, про всю свою жизнь все встречаемся, вот раз в год здесь мы всегда встречаемся и каждый год мы сюда приезжаем. Везка Бартоломея у Коветковского района в свой час была довольно буйной, 300 дворов. Был навод торфабрикетный завод, я кидывал людям прационные места и веру в будущее. Однако после Шернобыльской аварии ситуация изменилась. Всегда приезд на кладбище или просто посещение, оно как бы подталкивает к тому, чтобы погружаться туда, в ту жизнь. Ну как, это естественно. Там, где ты родился, где у тебя прошло самые лучшие, наверное, годы, потому что это юность, это первая любовь, все дела, ну такое. Ну и естественно вспоминаются, вот кто там, родственники, знакомые. На Радовницу люди наводят парадок на могилках и поминают померлых. Запаливши свечку, те просто стоят шутешини. Наши протки, які везки, які пошли в небыд, шакают уготыдень однадцать молитвенной допомоги. Евген Пабыловец, Олена Василюк, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Супрацовники Института лесу Национальной академии наук Беларуси пропонуют новую продукцию и новые методики. Причем размовы, идея бустих сверхэкономики, адаховый рослин, домебливой промысловости. Иншая справа, что сами вытворцы не зауседы готовы до такого супрацовництва. Олег Сентюро, потекавился причинами. Вырос лес наше богатство требует разуметь литерально в том смысле, что тут все может проносить прибыток и размовы не только об дравнине и грибах. Правда, и дравнина в гомельских лесах бывает разная. 30 годов тому в Институте лесу начали эксперимент и посадили корейскую берозу. За прихожий знишний выгляд и высокую тревалость ее дравнина ценится умыбливой промысловости, а так само при вытворчестве музычных инструментов. Але белорусская корейская бероза вельми верогодна так у леса и загиня, отчинные вытворцы не выказывают набывающие при необходности импортные аналоги, а тому площадь под эту рослину, поколь никто не повеличивая, хоть по всех параметрах эксперимент можно признать удалом. Карельская береза, она привередлива, но Институт леса создает опытные объекты и, как вы видите, уже 30 лет она у нас растет на территории Кореневской базы. Особливый гонор Института лесу лаборатория генетики и биотехнологий, то, что ранее группа 300 ученых робила на протягу некольких годов, сегодня выполняется всего за некольких годин. Основную работу робить приборы, человек только керуя ими. Дякуючи сучасному обсталеванию, теперь можно выявить любого узбуджальника хворобы. С уликом того, что каждый год у питомника в Беларуси высаживается коля 300 миллионов саджанцев, можно уявить, какие страты понесе глина у вынеку несвычасового принятия мер. У ближайших планах генетиков оказание допомоги не только вытворцам, патогенной грибной инфекции, которая поражает, например, помещение. Здесь очень важно, потому что не всегда мы можем определить ее с помощью морфологических анализов, а здесь достаточно быстро и практически стопроцентная надежность. Тем более, сейчас у нас много появляется инвазийных видов, которые раньше у нас вообще не являлись, поэтому здесь это одно из перспективных направлений. Можно попробовать. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Дарыш и размова про адзенность Института лесу Национальной Академии Навук позже сегодня о программе «Диалог». Гостем студии станет директор Института лесу Александр Ковалевич. Программа выйдет эфиру в 19.01.15. Хвилин, одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Почас эфиру будет працовать телефон про мой линии. Задать свои пытания можно по номеру 77-68-45. В Гомельском районе супрационники отдела милиции специального произношения сдавали экзамен на право ношения черного берета. Полоса пирожкот, так званые пастки, а потом стрельбы и спарринги. Подробностей в материале Яугена Поболовца. Сергей Лабасов, милиционер-водитель, на черный берет сдаёт другой раз. Летость не отрималась, было порушение на одном из этапов. Пов года тренировок и снова на полосу пирожкот. Долго к этому шоу, ну вот мечта моя сбылась. После полугодового перерыва удалось дойти до спаррингов. Думаю, что отстаю, тяжело, конечно. Сам марш очень тяжелый. Если не готовясь, ну реально его не пройдешь. Надо морально, физически выстоять. Забег на 10 километров, потом по Пластунску по полосе пирожкот под выбухи и стрелы. Тут соправды потребны як физичные, так и моральные силы. А потом я шеи стрельбеша и спарринг с суперником. Ни кожный вытромая, ни кожный зможа. Самое сложное, это побороть себя. Побороть себя, потому что эта сдача сделана таким образом, чтобы сотрудник не сдался самостоятельно. Не то, что его товарищ взял за руку и потянул. Потому что он должен психологически бороться самостоятельно с собой. Если он себя победит, именно себя непосредственно, свою болезнь, свой страх перед огнем, свой страх перед шумовым эффектом, ну тогда это наша гордость, наш боец, наш лучший боец будет. До речи потребований до обороны черного и крапового бирета отрозниваются. Краповых – это худшая войсковая специфика, черный бирет – больше милицейская. Али сдавать от нолького склада на обо два экзамены. До прикладу лета с 11 кандидатов владельниками черного бирета стали только шастера. Все лето правоношение заветных биретов отрымали пять человек. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомельским цирку отбылась премьера новой программы «Эмоции». На манеже можно было убашить яркие видоечные номеры о выконании народных артистов Российской Федерации Эдгарда и Аскольда Запашных, поветранных гимнастов, акробатов на подкидных дошках, веселого-клоунского трея и многих инших. Особливую радость у глядашов выкликало заявление четвероногих артистов и птушек. На премьерном выступлении побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. То, что отбывалося на протягу более чем двух годин под куполом Гомельского цирка, выкликало широе захопление и приемное издевление. Это был фейерверк ярких ураженев, соправдное свято цирка. Головная идея новой программы Запашных – колеры и их уплыв на человеческие эмоции. И первыми на сцене з'явились оповетранные гимнастки Олена Петрикова и Олена Бараненко, которые уособляли собой белый и черный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Кожный номер новой программы «Эмоции.И» одрознивается своей оригинальностью и неполторностью. Завсим без выключения назираешь с неподробным интересом. На манеже з'являются милые шатвероногие артисты и птушки. Гучными усмешками сопровождаются каждый выход на сцену и веселого клоунского триа. Особливые овации, коли перед глядашами повстают Эдгард и Аскольд Запашные. Как означают Эдгард и Аскольд Запашные, теплый и душевный прием гомельской публики их саправды уразил. Однако, как высветлился, станочей он повплывал и на четвероногих артистов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать. И я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на Тарзани, на моей любимой лошади. Заскочили обратно. Вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, классно я. И пошел к балету сразу, потому что девчонки его тискают, и он такую морду свою. Давайте, хвалите. У другой полови программы глядачок шакал выступление акробатов на подкидных дошках и, может быть, самый шаканный номер в выполнении Эдгарда и Аскольда Запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тыгры. Каждый элемент этого аттракциона с дикими трапежниками небеспешный. За всем, что отбывается, сочишь с замиранием сердца. Особливо, когда выконывается самый складанный трюк скачок на льве. Запашные демонструют полное взаимодействие с живелами. Наимгнение сдаётся, что на сцене находятся не просто дрессировщики с драпежниками. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Программа «Эмоции» и у полной меры оправдала свою назву. У каждого застанутся только приемные уражения и позитивные эмоции. Як подтверждение, глядачи на протягу «Некольких хвилин», стоя аплодировали артистам и дяковали за «Соправды казочный вечер». Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский спевак «Виталь Сычоу» и могилевский иллюзионист Виктор Шишко распространяются республиканский тур в поддержку доброчной эстафеты «Мары справживаются». Его уголовная мета – собрать сродки на лечение хворых детей. Под обязанности ведает «Ганна Ковалева». Калимастатство иллюзионы и вокал объединяются, может отбыться соправдный суд. У Гэтмпера Канана и спевак «Виталь Сычоу» и могилевский иллюзионист Виктор Шишко. С уместными намаганиями яны организовали масштабную доброчинную акцию. У яи рамках по городах Беларуси пройдет концертный тур, подчас якого на разликовые рахунки хворых детей будут собраны грошовые сродки. К нам обратилась мама Мищенко Тимура. Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. Мы хотим оказать помощь и все желающие тоже могут оказать помощь в принципе по всей республике, поскольку вся подробная информация о туре, о благотворительной эстафете «Мечты сбывается» расположена на сайте «Стерео-чудо». Каждый может зайти посмотреть, каким деткам нужно помочь. Зараз организаторы тур находятся у пошуку детей, яким необходима медицинское лечение. Те, кому потребна допомога, могут выслать информацию с копиями документов на электронную скрыню. Первым городом, где Витальсычу представить программу «Стерео-чудо» станешь Лобин. Вслед за им в том же городе выступит Виктор Шишко. Артисты сподяются, что концертную эстафету подхопят и иншие выканавцы. Таким чином колькость выступлений и городов, где пройдут концерты, дозволить допомогти большей колькости хворых детей. В этом городе будут огучены на запашенные суммы. Для меня это, прежде всего, проект, который должен сделать какую-то частичку добра, принести в этот мир, но никак не какой-то там уникальный творческий проект, который меня именно этим привлек. Я самостоятельно существую, у нас есть самостоятельная программа «Спящая красавица», которая должна будет продолжить эстафету Виталия для того, чтобы помочь детям. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокампания «Гомель». Гэти и инши новини вы можете знать на нашем сайте в интернеті по адресі www.cvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Шабукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин